Я специально ждал, когда уйдет хайп, чтобы спокойно в обстановочке так и размеренно все обсудить. Ну на самом деле мне было лень, конечно же. Здравствуйте, с вами Николай Куприков, самый ленивый видеоблогер. Итак, продолжаем разбирать шоу уродов на втором. Занимался в зале три года. А я думал три дня, а нет, них... Я два года занимался в зале, за это время только жопа выросла. И то не у меня, а у соседки. Потом пошел я в армию и потерял... Девственность. После этого я начал трансформировать свое тело с помощью синтола. Если синтол вколоть в мозг, он полезет из ушей, но ума не прибавится. Так же и с мышцами. Оливковое масло, потом спирт бензиловый, лилидокаин добавляется. Спирт бензиновый, а ты лох резиновый. Четко. На зону резиновый петушка, на зону дырять его там. Часик в радость, чефир в сладость. Кварту маски, ауе. Моя фирменная двоечка. Один видеопривет стоит 3000 рублей, в день выходит где-то видеоприветов в 12. Покажите мне мудаков, которые заказывают эти приветы. Привет, дебилы! Подписчиков все больше и больше становится. А мозгов все меньше и меньше. Литров 6, но это уже больше 200 тысяч рублей получается. Больше 200 тысяч рублей. Безграмотная ты синтоловая идиотина. Мой кумир Амарио Досанто Сало. Такой же конченый идиот. Примерно так же буду делать. Буду бить татуировки на все тело. И еще один мудозвон в оранжевых труселях. На левом ухе серьга золотая. На правом в твоем случае. Один глаз будет желтого цвета, один глаз будет голубого цвета. А третий глаз шоколадного цвета. Также буду ставиться клыки. Это жутко. Это язык разрезать, как у ящерицы. В принципе, верной дорогой идет товарищ. Если у него мозги, как у ящерицы, то пускай будет и язык, как у ящерицы. И писюн, как у ящерицы. Подписчиков, я думаю, больше миллиона даже будет. И заработок там будет идти уже. Не надо работать вообще. О, дурак. Я хочу стать фриком. Это моя цель. Так купи телефон к Сайоме. Ну, как бы добьюсь той цели, которой я хотел стать. Есть четкое понимание данного ситуации. И у нас есть, что было, мы об этом говорили. Нормально себя чувствуешь, да? О, а это Толстяк из СтопХама. Добрый вечер, мы к вам. Общественное движение СтопХам. Сзади вас пробка, вы на полосе движения. О, а это СтопХам из Толстяка. Мне нравится, как бы надо было, чтобы у моего мужа были. Вот и бабенка для ущербного нашлась. У меня сердце разрывается. Кирилл. Тварь дикой. Ты же взрослый человек. Да чего ты, мать, довел, полудурок? Мои руки базуки, твои руки крюки. Когда обосраны брюки, они как руки базуки. И на ощупь тоже. Кирилл, ты дебил. Зачем синтол себе влил? Скорей снимай трусы. И туда коли. И Собчак позвони. Вы, кстати, поняли, это очень тонкая шутка про Собчак. Типа, если он вколет, у него будет большое хозяйство. И тогда самое время с конями это все делать. На самом деле все это аллюзия к анекдоту, который, ну тебе с таким только коней вставлять, коням вставлять. Помог многим, чем любой человек, ну тяжело было бы помочь. И нужно смотреть, какой мы можем, что делать. Я считаю это правильным я делаю. Девушки у тебя нет и не будет. Мозгов. Нет и не будет. Да это скорее у меня никогда не будет девушки. А вот к господину синтольщику еще и очередь выстроится. И у вас есть своя точка зрения. Давайте послушаем. Да, пи***. Это тотальный инфантилизм во всех смыслах этого слова. Второе. Первого вполне достаточно. Инфантильный дегенерат. Ну 11 лет, ну 12 лет, ну 13 лет. Ну никак не 20 и не 21. Сейчас у него слюна потечет. Будет у тебя слава. А я не за тебя вообще говорю. Браво. Встречайте, это еще один, говоря словами актрисы, придурок. Слава началась, кстати, с этого видоса. Если кто не помнит. Бойцы спецназа долго не могли взять в толк, какого пола этот человек. По паспорту мужчина, но таким размером груди может похвастаться не каждая женщина. Я модифицирую свое тело, модифицирую его уже более 12 лет, а популярным я всего, наверное, полтора года. Но у этого придурка подвешен язык. Помимо внешности, у него есть что-то еще. А вот у придурка Кирилла ничего нет. Он не может связать и двух слов. Ты, Малахов, сейчас сказал, что у меня было пять пластических операций, действительно, у меня их было 21. Очко. Сейчас многие говорят об ампутации. Нормально будет Кириллу Безруков. Это стратегия коротких инвестиций. Правильно, лучше что-нибудь другое увеличить. И девушка, глядишь, появится. Эта мысль уже никогда не станет здоровой. А этот придурок сидит, зенками своим моргает. Тебе специалист, который сделал МРТ, объясняет, что это херовая затея. Пять-семь лет никуда не денется. Вот если ты сегодня прекратишься, ты это понимаешь? Да ни хрена он не понимает. Он опомнится, когда шпак на горе свистнет. То мышцы не настоящие. Видно, что форма... Я не хочу такие мышцы с веной, мне это не нравится. Вены мне не нравятся. А мне не нравится вена. Что, теперь ее синтолом всю залить, что ли? Люди говорят, они завидуют зависти. Ой, да завидуешь по-любому. Наверняка хотела бы себе силинтоловые грудь сделать. Видишь, синтол проигрывает натуральным мышцам. Ничего удивительного. Иди еще в жопу уколы сделай. И табурет не понадобится. Оп, притомился, присел, отдохнул и дальше пошел. Пошла просто в тренажерный зал. Это лучшая антиреклама зала. Спасибо. Терпеть его не могу. Делал пластику в груди, конечно же. Конечно, товарищ Трансвестит. Ты делал пластику в груди, естественно. И парик у тебя, потому что волосы выпадают. Как и у многих мужиков. Ну, четвертые. Да и Писюн, извините, приходится прятать. Большие сиськи, а катастрофички. За пять лет белокурая Мартина превратила себя в мулатку с огромной грудью. Моя мулатка, дегенератка. Можно сделать селфи? Так себе достижение. С обезьянкой тоже фотографируется. Ну, а тут та же обезьянка, только с большими сиськами. Обезьянка с большими сиськами. Ах, Киржаков все равно промахнется. Не, вот если вы можете встать, чтобы мы на вас посмотрели, скажи мне... Все-таки опасно делать себя черным. Вон Малахов уже себя представил хозяину. Это бюстгальтер может выдержать 14 килограмм. Стоит почти 600 евро. 14 килограмм живых сисек. То Кирилл, что Мартина, они сознательно просто себя травмируют и делают себя уродами. Да, именно этим они и занимаются. Спасибо за правду. Как говорит один дурачок на Первом канале. Это неправда, вы издеваетесь. Никто не издевается, нет. Работают над своим телом только натуральным способом. Мы не используем никакой абсолютно... Только кокс. Ты должен начать думать не... Жопой. Вторая часть или возвращение придурка. Здравствуйте всех с прошедшим праздником Рождества Христова. Слышь, псина. Вообще хочу изменить лицо на инопланетянина. Это будет первый в мире инопланетянин с лицом дебила. Смотри, у меня все равно брови остались. Брови остались, а мозги походу зацепили. Вы тупой. Ну, чтобы она большая была. Правильно, чтобы ее реально можно было закатывать. В банки. О, шет. В общем, я сделал ногти, как и хотел, белого цвета. А я бы сделал ноги, если бы увидел это пидорище поганое. Я на теперь ногти у Кирилла длиннее, чем у тебя. Песен. Буду оставаться при гениталии, потому что я нормальная ориентация, я люблю девушек. Слова великих. Я буду оставаться при гениталии. Где-то выпивали или закусывали. Я не пью. И он не пьет. Это самая плохая реклама трезвого образа жизни. Почему надо сделать огромную кучу? На, чтобы тебя заметили. Вот это прекрасный вопрос. Видимо, общество настолько деградировало. Опять-таки, новые технологии, все такое. Лет 15 назад читал в Тверской газете маленькую такую заметку. Какой-то идиот решил стать похожим на горшка из Короля Шот и вырвал два передних коренных зуба. Маленькая заметка в Тверской газете. Сейчас уже второй часовой эфир на одном из самых рейтинговых шоу на телевидении. Данную ему Бога, Матерью, кто во что верит? Я верю в мать. Коверкает и подвергает свое здоровье. Какие модные перцы сидят. Это мой сын? Сынок, что это такое? Вы безжалостные редакторы. Малахов, как чудовище Амат из египетской мифологии. Пожиратель душ. Воспалительный, гнойный. Real talk. Think about this, man. Какой-то инфернальный модный приговор получается. Давайте оценим работу стилистов. То есть теперь у тебя вставные импланты в голень. В икроножник, да. И хрен в заднице. Я хочу размеров мышц, как у Халка. Нет, чувак, ты не Халк. Ты Чурчхелла. Чурчхелла, вместе будем наслаждаться. Самые большие губы в России. Встречаем Кристину. Самые большие с искренним губами. Почему ты смотришься? Вот кто это говорит? У нее самые большие. Это детский сад. Кристина, что ты скажешь? Кто это говорит? Я тоже сделала модификации. Рога, уши вот сделала, но... Рога, уши, копыта, хвост. Что еще пожелать? Что бы тебе, х**, в голову вырос? Знег. Знег. Я люблю злок. Внимание, это не бомж, это кумир Кирилла. Кирилла-кумир. Ищет дурачок в глуби себе. Это Чурчхелла из черного винограда, а это из белого. Подумали, что ты везешь наркотики. А ну-ка, выворачивай кожу. Что там у тебя? Кокаин? Кокаином. Я у него хотел спросить, вот, какие дозировки были поставлены. Кто? О чем? О дебил, о синтоле. Посмотри на себя, смешно вообще смотреть. Я официально признанный Кен. Кем ты признан? Сообществом гиев. Зверев тебе орден вручил. Себя просто попугая какого-то сделал, с которого смеются все. Ну а ты из себя не сделал попугая? Ой, ладно, петушки, не спорьте. Следующая программа будет сбор средств на похороны твои. Да, так я понимаю. Ручонки в гроб не влезут. Все в твоих руках. Все в твоих руках. В базуках. Кстати, у Кирилла есть родная сестра. Это называется Lady's Boy. Что тут еще добавить? Маму, безусловно, жалко. Видимо, в армии он упал с верхней полки. Выпал из поезда. Втемяшил себе в свою дурную башку какую-то безумную идею. Стать уродом. Совершенно не думая о последствиях. О том, что надо из себя помимо уродских рук, ну, хотя бы что-то представлять. Внятно говорить. Интересно излагать свои мысли. Трахнулась на вписки. Стала популярной. Накачал синтол. Стал популярным. Дальше что? Кем будут новые герои России? Почему? Чтобы на тебя обратили внимание, надо обязательно сделать какую-нибудь лютую херь. И чем лютее херь, тем популярнее ты будешь. Спасибо большое за просмотр. Не надо пользоваться никакими синтолами. Все должно быть натуральное. Свежее. В твоем почему-то я говорю. Я говорю, в твоем случае. Че я раньше, блин, зажал 100 евро? Давно купил себе эту фигню? Главное, за 1400 купил этот, блин, телесуфлюра, блин, педаль для телесуфлюра, блин. Я не купил. Так. Я был синтолом, качком, дурачком. О-о-о-о. Вот и карапуля 10-летней давности пригодилась. Маленький, хорошенький. Ждали мы его. Пять лет с мужем. Ну, радовались. И через 23 дня у меня муж умер. У меня рука покажет еще больше, чем у тебя. У меня 60 сантиметров. Давай я тебя буду вести, как тренинг. Как он выглядит, это его личное дело. Если он хочет ушатывать свое здоровье, пускай по полной убивает тебя. С ложечки, если что, инвалидом, я буду тебя кормить. Ты больше никому не нужен будет. Никто из нас не достучится до его сознания. По одной простой причине. Просто забыть о нем. Перекрыть ему вот эти способы зарабатывать деньги на это.